Наш последний доклад сегодня это Ирина Пярт человек, без которого этой конференции совершенно точно не было бы ни этой, ни предыдущих аналогичной конференции Ирина родитель двух детей, учащихся в нашей школе один из основателей школы историк церкви довольно глубоко и давно занимающаяся вопросом истории создания православных школ в Эстонии и в Латвии Ирина, пожалуйста Со мной живут два черных пса иногда он только один но как только я вижу его я знаю, что скоро придет другой иногда я живу совсем без своих псов и тогда я чувствую себя легкой почти невесомой но я привыкла к ним я волнуюсь, когда их нет рядом я волнуюсь, что если они не со мной они ушли к кому-то другому но когда они со мной я хочу, чтобы их не было я хочу, чтобы они умерли и больше не возвращались но их нельзя убить имена моих псов беспокойство и депрессия никто не знает, когда они уйдут к своему хозяину и хотя я, наверное, их хозяйка у меня нет над ними власти они все время лают и вводят меня в смятение так пишет совсем молодая девушка Стефани она одна из тех миллионов людей о которых говорили сегодня уже ранее во всем мире которые страдают разными депрессивными расстройствами и самое страшное что количество этих людей растет буквально готовясь к этому докладу то есть я узнала, что за последние буквально 10 лет количество людей, страдающих депрессией выросло на 18% во всем мире и среди этих людей, как мы уже слышали и люди очень молодые, подростки, студенты мои друзья из Англии, Америки рассказывают о том, что среди мои коллеги из университета говорят, что среди студентов от 50 до 70% сидят на антидепрессантах то есть это, ну на самом деле, действительно такие факты, о которых нужно задуматься профессор Дан Блейзер, автор книги Век меланхолии пишет о том, что рост депрессии в последние 50 лет принял размеры эпидемии и это эпидемия особого рода ей нельзя заразиться причины этого очень трудно определить потому что, как Блейзер пишет и он человек более пожилого поколения психиатров и он пишет, что если в 60-е годы считалось, что причины депрессии социальные то есть они, как бы, вот, можно их определить в каких-то социальных изменениях то с середины 90-х годов то есть изменилась этиология депрессии и к ней относятся теперь как к заболеванию имеющему такие чисто физические, биологические причины как его химический дисбаланс в организме которые можно лечить и причем достаточно успешно с помощью антидепрессантов то есть само направление социальной психотерапии вот с 60-х годов по словам Блейзера просто перестало существовать и он специально написал эту книгу чтобы просто привлечь внимание к тому что на самом деле нужно вернуться назад вернуться к тому, чтобы понять именно в чем социальные причины этого заболевания он пишет о том, что в современном западном обществе потеряны основы доверия к авторитетам как к политическим, так и к религиозным царит хаос и продолжая мысль Блейзера я хочу привести также наблюдение социологов которые говорят о том, что в нашем обществе в современном царит страх страх, который правит обществом в общем управляет жизнью людей на этом страхе зарабатывается политический капитал как мы знаем, поскольку можно оправдать разные режимы и разные политические решения страхом и кроме этого происходит также такое явление как рождение нового индивидуализма потому что он отличается от такого индивидуализма века просвещения и он такой ложный индивидуализм потому что, как пишет социолог Зигмунд Бауман индивидуум де юре еще не стал индивидуум де факто то есть автономный, самоопределяющийся личностью как он понимался в философии просвещения и более того, мы переживаем кризис человеческой солидарности я обращаюсь здесь к цитате из социолога Зигмунда Баумана человек, который прожил долгую жизнь он умер в возрасте 92 лет и он, в общем, прожил при нескольких режимах то есть при коммунизме, при нацизме, при капитализме и он писал наше все более разобщенное общество потребителей не склонное приветствовать человеческую солидарность порождает конкуренцию, соперничество стремление доказать свое превосходство склонность к агрессии, вытеснению, изоляции он пишет о том, что такие ритуалы солидарности по выходным как участие в футбольных матчах и то, что отец Алексею Мински, может быть, называл воскресным христианством то есть они, на самом деле, создают такое временное, теплое, уютное чувство солидарности которое на самом деле подчеркивает болезненное отсутствие солидарности вообще то есть солидарность по выходным она только подчеркивает отсутствие вот самой настоящей человеческой солидарности связь между потерей солидарности и эпидемией депрессии несомненно существует у депрессии есть свой язык это язык одиночества психологи из университета Рейдинга буквально недавно сделали такое исследование проанализировав с помощью компьютера данные 63 интернет-форумов там пишет огромное количество человек и по этим данным они сделали такой вывод, что люди, страдающие депрессией чаще употребляют местоимение первого лица то есть я, мое, меня и гораздо реже, чем люди, скажем не страдающие этим местоимения второго и третьего лица то есть это говорит о том, что депрессия проявляется в излишней сосредоточенности на себе утрате связи с другими об этом писал еще Фрейд в своей работе о меланхолии где он, меланхолия, такой культурный предшественник депрессии писал, что меланхолия в психическом отношении отличается глубокой страдальческой удрученностью исчезновением интереса к внешнему миру потерей способности любить то есть я остановлюсь на этом так, завершу эту цитату, которая, в общем, продолжается потерей способности любить вот то, о чем говорил Красту вчера состояние нарциссизма состояние человека, не способного выйти за рамки своего я обратить свою жизненную энергию на другого что же можно противопоставить вот этому новому индивидуализму то есть здесь как бы такое такое рассуждение что можно противопоставить этому как изменить наши отношения социальные, которые Бауман характеризовал как социальная фабрика конкуренции и соперничества как же превратить наше общество в социальную мастерскую взаимного доверия и солидарности в XIX веке среди русских философов родилось такое понятие соборность это слово вы уже слышали сегодня и вчера несколько раз хотя считается, что автором этого термина этой концепции был славянофил Алексей Хомяков на самом деле он употреблял это только как прилагательное соборный Алексей Хомяков родился в 1804 году и умер в 1860 году он был дворянином человеком достаточно обеспеченным и в общем свободным от разной службы который писал на разные темы и в том числе о церкви его знаменитая работа «Церковь одна» она появилась, по-моему, на французском языке сначала и только потом была переведена на русский но хотелось бы маленький пример такой о том, каким он был человеком привести из книги Сергея Сергеевича Хоружева которую он мне вчера подарил это был глубоко верующий человек Самарин, его соратник рассказывал, что он ночевал у него в доме и под утро проснувшись он был свидетелем такой картины Хомяков стоял на коленях перед походной своей иконой руки были сложены крестом на подушке стула голова покоилась на руках до слуха моего доходили сдержанные рыдания то есть человек, который молился по ночам и второе свидетельство было от разбойников которые хотели ограбить дом этого барина но не смогли этого сделать потому что у него ночью горел свет и они видели, что барин всю ночь молился то есть они не смогли совершить свое ограбление то есть это человек, который изложил свои не доктрины, не такие рассуждения а какой-то глубокий опыт жизни в церкви опыт верующего человека то есть соборный от греческого католикоз на славянском языке объединяет понятие собрать вместе собор и понятие как универсальный вселенский Хомякова интересовал библейский образ церкви как живого организма его мало интересовала внешняя административная структура церкви а больше ее внутренний дух сущность церкви, он верил, заключается в согласии и единстве духа и жизни ее членов выше всего любовь и единение для Хомякова единство церкви следует из единства Божия здесь символ веры веру во единого Бога и во единую церковь благодаря общности веры все, кто участвует в жизни церкви и духовенство, и миряне соединены в разуме, воле и действии хотя эта жизнь является результатом множества согласованных отдельных личных действий продолжая мысль Хомякова в 20 веке уже сегодня цитировавшийся отец Василий Зиньковский пишет, что соборность церкви есть прежде всего выражение вселенского духа не внешнее распространение церкви в мире создает и вселенскость а наоборот самое это распространение церкви выявляет и реализует внутреннюю устремленность к тому чтобы охватить и осветить весь мир чтобы своей благодатной силой спасти его этой устремленности церкви к спасению всего мира отвечает и то, что в церкви уже пребывает весь мир и для меня вот эта мысль оказалась на самом деле очень такой глубокой потому что здесь смысл в том что мир не надо приводить в церковь он уже находится в церкви в своих идеальных реализованных основах он уже собран в церкви то есть такое мистическое понимание единства, соборности и задача только в том чтобы это единство которое уже существует раскрыть как-то пережить и осуществить то есть соборность это богословское понятие которое может стать основой нового единства которое может быть ответом на вызов нового индивидуализма тема соборности и вот мысли которые высказаны и Хомяковым и Зиньковским и другими русскими мыслителями продолжает митрополит Антоний Сурожский в своей беседе о истинном достоинстве человека который он прочитал в Кембридже в 70-е годы в этой беседе он говорит о том что два представления вышли на первый план после Второй мировой войны представление о величии человека и представление о человеческой солидарности о первом представлении в прошлом году вот рассказывал Александр Филоненко и эту лекцию можно посмотреть на Ютьюбе поэтому я не буду на ней останавливаться что же касается второго представления то здесь митрополит Антоний говорит очень парадоксальную вещь он как бы задает такой вопрос насколько мы можем быть вполне солидарны со всем человечеством со всеми людьми включая атеистов и отвечает на этот вопрос положительно солидарность существует уже в момент творения Бог и человек связаны одним риском Бог не отказывается от солидарности с человеком несмотря на свободу воли и действия человека а воплощение слова и смерть Христа на кресте является проявлением соучастия Бога в судьбе человека когда Христос переживает экзистенциальное отчаяние Бога оставленность на кресте я цитирую вот мера Божьей солидарности с нами поэтому мы должны быть солидарны прежде всего со Христом а в нем со всеми людьми до последней черты включая атеистов до полной мере жизни и смерти именно в этой солидарности с людьми даже идеологически нам противоположными смысл жертвы Христовой то есть солидарность в этом смысле не отказ от собственной личности это не коллективизм, не обезличивание как пишет Сергей Сергеевич Хорожий позиция богословия соборности во всем главном в своем антологическом и догматическом содержании целиком тождественны позициям богословия личности Бытие церкви характеризует те же фундаментальные принципы любовь, общение, перехорезис то есть взаимопроникновение о котором сегодня тоже говорилось это фундаментальные принципы личного бытия и сейчас в оставшиеся 5 минут я хочу привести пример как в одной маленькой школе взращивается солидарность каждое утро в 8.30 в школе Святого Иоанна начинается с того, что учителя собираются на молитву еще до начала молитвы с учениками а потом становятся в круг обсуждая темы дня и вот этот круг это такой символ солидарности учителей который превращается как бы в один организм дышит одними легкими и мы слышали сегодня примеры из доклада Ану и Рами то есть это организм это в общем часть одного тела то есть которые готовы прийти друг к другу на помощь и в общем подставить плечо в любой момент в школе Святого Иоанна нет установки на успех конкуренцию, на соревновательность конечно дети участвуют в конкурсах и соревнованиях но каждый личный успех это заслуга всего класса и обычно поздравляют целый класс с успехом кого-то одного дни рождения справляются или в очень маленьким кругом то есть можно пригласить на день рождения пару близких друзей или же весь класс то есть нет такого, что приглашается какая-то группа а другая часть класса остается неприглашенной мой сын говорит мне у нас такой хороший класс когда кто-то падает на тренировки все забывают, что нужно играть в футбол а бегут к нему и спрашивают все ли в порядке то есть это не очень помогает успеху игры но во всяком случае дети всегда проявляют такой интерес и он конечно переживает если эта детская общность нарушается по разным причинам в школе дети любят работать в группах они делают проекты им нравится обучать друг друга в школе есть центральная площадь, атриум в котором идет преподавание без дверей и постоянно работают учителя за круглыми столами в небольших группах дети видят, как взрослые работают вместе сообщат дружелюбно, самоотверженно и они учатся, что вместе хорошо что человек не одинок что если тебе плохо ты всегда можешь найти того, кто тебя выслушает и поддержит конечно, несмотря на идеал христианской человеческой солидарности мы видим в мире больше примеров несолидарности, соперничества и борьбы я пропускаю там кусок но мы знаем, что с каждым человеком может случиться беда, каждый из нас может оказаться в траншее и возможно я не могу представить что переживает человек, сидящий со мной в автобусе но я знаю, что если один человек смог преодолеть испытания если одна маленькая школа может вырастить дух единства солидарности, доверия, поддержки в эпоху разобщения значит мы можем сделать нашу жизнь немного лучше изменить мир очень трудно но можно начинать с себя, со своей семьи со своих отношений с близкими и коллегами и здесь этого нет в тексте, дорогие переводчики хотелось бы привести такой апокриф это слова архимандрита Сафрония Сахарова сказанные одному человеку который мне это рассказывал он сказал такую вещь наш господь большой шутник держит человека подвешенным на ниточке но когда эта ниточка обрывается он подхватывает его я просыпаюсь по утрам с надеждой знаю, что даже если я упаду меня подхватит любящая рука в мире есть надежда потому что в мире есть место чуду и в конце я все-таки хотела бы сказать еще слово благодарности потому что я, поскольку я последняя выступаю здесь и мне хочется сказать, что эта конференция действительно была примером вот всего того, что я говорила вот духа сплоченности солидарности, самоотверженности наши учителя и переводчики не спали ночами готовили свои доклады они переводили доклады мы готовили школу к тому, чтобы принять гостей понимаете, то, что говорил Филипп Мамалакис вчера что как импрессионисты вот эти маленькие мазки или на скульптуре вот эти маленькие совсем следы на камне они создают целое произведение поэтому в том, что вот эта конференция состоялась очень много заслуг таких маленьких действий очень-очень многих людей поэтому всем этим людям и нашим докладчикам и нашим гостям мне хочется сказать огромное спасибо и также пригласить всех на наш концерт который будет продолжением сегодняшнего дня а субботы и воскресенья конечно всех увидеть на мастер-классах на которых можно задавать вопросы общаться и говорить гораздо глубже на все эти темы поэтому завершая все-таки хочу завершить словами благодарности аплодисменты 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 аплодисменты